Великому посту церковь постепенно нас готовит. Первое нам было показано, это Закхей, потом Мытарий и Фарисея неделя началась. Неделя о блудном сыне, и сегодня называется Неделя о страшном суде. Евангелие от Матфея, 25 глава, слышали, как об этом говорится. Как это будет суд, как будет Господь разделять овец от козлов. И вот я для вашего духовного назидания прочитаю небольшую беседу. Это священнослужитель румынской православной церкви, архимандрит Клеопа. Называется беседа о страшном суде. На страшном суде Христос будет судить и людей, и ангелов, то есть бесов, и все народы на свете. Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей, Он поставит грешников слева, а праведников справа от Себя, и воздаст каждому по делам Его. «Но знайте, что всеобщий суд будет предваряться знамением Святого Креста на небе, ибо сказано, и увидит на облаках небесных знамение Сына Человеческого, Матфея, 24 глава, то есть крест Спасителя, грядущего на облаках и сияющего гораздо сильнее лучей солнечных. Когда увидят в Святой Крест все народы языческие и все почитающие Его, что Он идет впереди Царя Небесного на облаках небесных, несомый ангелами и освящающий все народы, тогда, как говорит евангелист Матфей, восплачутся все племена земные, 24 глава Матфея, и узнают тогда, чье это знамение Креста, кто идет за Ним, кто нес Крест и кто распялся на Нем, то есть узнают Христа Спасителя мира. Был такой обычай у римлян и египтян, когда посещал царь какой-нибудь город, нести перед ним его скипетр. И так впереди шел царский жезл золотой, его неси слуги и возглашали, следом идет царь. Так будут нести ангелы Святой Крест на облаках небесных, перед тем, как придет суд миру. И когда увидят, что воссиял Крест, все концы земли, все народы языческие, хулившие Крест, и те, что были христианами, но злословили его и не раскаялись, и все секты, отрекшиеся от Креста, то великий страх и трепет впадут, зная, что вслед за Крестом грядет тот, кто распялся на нем и им, как орудием, сокрушил ад. После явления Святого Креста следующим знамением суда будет труба, глаз последней трубы. Но некоторые из святых задаются вопросом, «Одна ли труба будет?» Ведь апостол говорит, что все мы изменимся при гласе последней трубы в мгновение ока. 1 Коринфянам 15 глава. Итак, «Одна ли труба будет?» Нет. Когда слышишь слово «глаз трубы», то это глаз Христов. Так понимают это святые отцы. А когда слышишь, что Он пошлет ангелов Своих с трубами, Матфея 24 глава, то эти трубы будут несомы мириадами ангелов. Какие ангелы придут с этими трубами? Это объясняет нам святой Григорий Богослов. Именно чин, начал или начальство. Они те, кто охраняет теперь пределы земных царств. Потому что у каждой страны есть свой ангел. И у каждого города свой ангел. И у каждого села свой ангел. И у каждой области свой, как говорят святые отцы. Эти ангелы, хранящие села, города, края, страны, суть ангелы, ищи на начал. Самым нижним является чин ангелов, вторым чин архангелов, а третьим чин начальства. Или начал. Такова их миссия. Как власти управляют воздухом и ветрами, так они охраняют пределы народов. Про то, о чем сказал великий пророк Моисей, поставил пределы стран по числу ангелов Божиих. Это законе 32 глава. Однако же не только у каждой страны, города и села есть свой ангел, но и у каждого человека есть свой ангел-хранитель. От божественного крещения. Это великая честь христианства. В языческих народах ангел-хранитель есть только у каждого села и города. А у православных христиан, у каждого человека, есть свой ангел-хранитель. Что будут делать эти ангелы на суде? Они будут трубить золотые трубы. И как говорит святой Григорий Богослов в слове о страшном суде, как же сильны будут эти трубы. Какие это будут трубы, говорит он, если они будут рассекать воздух, разделять стихии, вскрывать гробы, выламывать ворота ада, распахивать сверху ворота небесные. Будет такое землетрясение, что земля вся будет дрожать, как листок, когда затрубят эти трубы. Все народу будут в великом страхе. Если бы они могли умереть тогда, то умерли бы тысячу раз от жалостного гласа этих труб. И когда зазвучат эти трубы, то подумайте, раскроются гробы от начала творения мира с тех самых пор, как умер первый человек, и до ныне. И пригласить их в труб, Дух Святой придет, чтобы воскресить всех людей от начала творения мира. Эти трубы вострубят, и поднимутся все народы от создания мира на земле, и все люди будут восхищены на воздух, как говорит святой апостол Павел, 1 Фасилы Кисом, 4 глава. И будут встречать Господа, ибо земля не смогла бы вместить их, даже если бы они были крохотными, как муравьи. Поэтому они будут стоять на воздухе, а престол сюда будет поставлен над долиной плача. Когда засвучат эти трубы, они будут властны трубить не только вниз, но и вверх. И когда откроется ад, и распахнутся небеса, они призовут на суд не только души людей, но и всех бесов, которым есть числа. Всех духов извлекут из ада, и призовут на суд, чтобы те дали ответ, почему они не покорились о воле Создателя и обманывали мир столько тысяч лет, подстрекая людей творить зло. Тогда исполнится то, о чем говорит пророк Даниил, призовет небо свыше и землю снизу из братья-люди своя. Псалом 49. Когда слышишь... Простите, здесь не Даниил, я ошибся, Давид об этом говорит. Псалом 49. Когда слышишь, что Он призовет небо, то это значит, что все силы ангельские, все ангелы сойдут с неба при гласе трубном. А когда слышишь, что Он призовет землю снизу, то это значит, что все люди, сущие на земле и все духи в аду будут призваны подняться вверх, чтобы дать отчет в злобе своей. Ибо сказано, призовет небо свыше и землю снизу для того, чтобы выбрать людей своих. Тогда Он отделит, как говорит Евангелие, праведников от грешников, как пастыр отделяет овес от козлищ, и пойдут творящие добро в жизнь вечную, а творившее зло в муку и осуждение вечное. Матфея 25 глава. О том, что считали бы сегодняшнее, евангельское чтение было. Кроме того, знайте, что когда воскреснут миллиарды и миллиарды человек, то каждое тело будет сиять соответственно тому, какими были его дела. Так что и души не будут в точности похожи одна на другую, но по делам их. Кто будет грешен, у тех тела будут мрачными. Кто будет еще грешнее, у тех тела будет еще темнее, а некоторые будут черны, как дьяволы. А добрые будут белыми, иные же весьма светлыми и световидными. Ибо говорит святой Ефрем Сирин, по внешнему виду узнаются на суде дела человека. Но не только это, когда будут встречать Господа на воздухе, то грешники и очень злые не вознесутся на воздух, но останутся на земле, а праведные по мере своей праведности поднимутся над землей. Одни окажутся на метры от земли, другие на сто метров, третьи на тысячи, а иные на облаках по делам их. Отсюда познана будет справедливость Божия. Тебя привлекала земля. Ты служил земле и делал земные в мире всем. Тогда оставайся на земле, ибо оттуда ты отправишься в ад. А праведно, если они оторвались хоть на пять на пять от земли, то во веки веков будут все подниматься и подниматься вверх. Пойдут от силы в силу. Псалом 83. Так вы слышали, говорит порог Давид, от славы в славу к Богу, который беспределен, ибо они исподобились отрываться от земли. А те, что остались на земле, отправятся с дьяволом вниз, где будут нести осуждения. Так будет на суде. тела, которые мы получим при воскресении, более не увидят смерти, а тела грешников будут гореть во веки веков, но не будут сгорать, ибо они уже нематериальны, как эти, обжигающиеся от прикосновения к пламени свечи или спички. Какие тела мы получим на суде, это мы слышим у святого апостола Павла, который говорит «сеется в немощь, восстает в силе». «Сеется в немощи, восстает в силе». 1 Коринфянам 15 глава. Тело, которое праведники получат на суде, знаете, какое обладает силой? Оно может раскачать весь мир, как яблоню, может сдвинуть горы с места, может сразить все армии мира одной только угрозой. Такую силу будут иметь праведники. «Сеется в немощи, восстает в силе». И снова говорит апостол второе свойство. «Сеется в уничижение, восстает в славе». Что мы сеем в могилу? Червей, спрад, пищу, червей, прах. Подойди к покойнику после того, как похоронишь его. Любимого своего. Да, он пахнет хуже всей нечистоты в мире. Через несколько дней тебя заточнит, ты убежишь от него. Разве таким он восстанет в воскресенье? Грешные тоже восстанут с нетленными телами, но с мрачными и безобразными, которые будут являть дела их. А праведники не так. сеются в бесчестие, в землю, потому что по телу мы пища червей, прах и зловоние. А завтра восстанет в славе. Тела праведников будут сиять ярче солнца, как говорит Спаситель. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Матфея 13, глава. И представьте-ка себе теперь, что станет полдень, и ты видишь на небе солнце, а затем видишь еще одно солнце, затем сотни солнц, затем еще тысячи солнц. Да, ты от ужаса не знал бы, куда скрыться. Ты бы умер от страха. А когда явятся миллионы праведников и воссияют сильнее солнца, то какой же свет будет тогда? Какой страх? Какое изумление великое охватит всю землю, когда увидят явленную славу праведников? Такими придут праведники на суд в славе превосходящее солнце. Из них сильнее всех будет сиять святые небожители, апостолы, пророки, мученики, преподобные, кто проводил ангельскую жизнь на земле, пастри душ, правопасшее стадо Христова, тех, кто постился и молился с чистым сердцем, матерь с детьми, которых они воспитали в страхе Божием, младенцы невинные, тех, кто подвязался в девстве и чистоте, тех, кто был милостив, смирен и кроток сердцем, и всех, кто любил Христа и церковь Его, и жил в святости и правой вере. Еще говорит великий апостол Павел, сеется тело душевное, восстает тело духовное. 1 Коринцин, 15 глава Это тело перстное уже не восстанет таким. Тела духовное знаете, какую силу имеет, знаете, какую тонкость, как показывает великий Василий, блаженный Иероним и божественный отец Иоанн Златоуст, духовное тело подобно телам ангелов, они бессмертные, светлые и могут передвигаться быстрее молнии. Такой будет и душа наша, когда выйдет из тела, ибо говорит пророк, помчатся, Господи, в миг души праведных и быстрее молния обратятся к Тебе. Осия 11 глава. Думайте, душа, выйдя из тела, движется так же, как движемся мы, быстрее молния она летит, ибо так же быстро движется и ангел может обойти весь мир, не успеешь и глазом моргнуть. Таким образом, тела духовные как показывает Божественные Отцы будут нестись как молнии. В мгновение ока духовные тела праведников спускаются в ад и восходят на небо, достигают края земли и никто не может их остановить. Так тонкие они и такую силу бега имеют. Слышишь, что говорит еще святой апостол Павел? Сеется в тлении, восстает в нетлении. Разве в нетлении сеется, когда человек зачинается в грехе? Потом не видишь разве, что покойник тлеет еще на земле, если не похоронит его вовремя. А потом тело в могиле разве не становится персию и зловониям? Но после воскресения восстает в нетлении, говорит великий апостол Павел. Тела праведников после воскресения обладают ангельскими свойствами. Они боли не умирают, не стареют, не испытывают боли. Им не нужна еда, их нельзя рассесть мечом. Они не горят в огне, не заболевают, не страшны замки. Они проходят сквозь запертые двери, как прошел сквозь них Спаситель после воскресения. Смотрите, Иоанна 20 глава. Эти тела тленные становятся нетленными вследствие воскресения. Таковы четыре свойства тел усопших после воскресения, когда востребит труба страшного суда, и трижды блажен, кто сподобится этих свойств, чтобы быть праведным пред Богом и получить эти дары, а именно нетлене, честь силу духовную славу. Небесные ангелы, которые стерегут стихии и которые востребят в трубы, созывая на страстный суд, это ангелы-хранители, оберегающие людей, начиная с их божественного крещения и до смерти. Поэтому вы должны всегда, когда молитесь Богу вечером и утром, помимо других молитв, положить несколько малых или больших поклонов ангелу-хранителю и сказать так, святые ангелы, хранителю жизни моей, моли Христа Бога о мне грешном. Молитесь ангелу-хранителю, ведь он сопутствует нам всю жизнь с крещения до самой смерти и сопровождает душу на воздушных мытарствах 40 дней до частного суда, а на страшном суде и спрашивает милость душе, которую хранил. Аминь. Аминь. Слава